Так, ну что, мы саша поднялись на одну из господствующих высот над городом Кисловодском, называется Малое Седло. Вот как выглядит вот этот вот человек, который ходит в гору, у него обязательно должны быть палки, рюкзак, шапка и улыбка на лице. Без улыбки тут хрен поднимешься. Вот, и вот то, с чего мы пришли. Вот тут везде обрывы, очень красиво все, очень здорово. Под тобой прямо город лежит, вон он, как это, называется, растекается, я уже не помню. Вот, ну и как профессиональный горный лыжник, я сразу смотрю на спуски. Вот, спуск соответствует красный, то есть здесь совершенно спокойно можно спуститься отсюда на лыжах до вот этих вот деревьев. А дальше в деревьях я никогда не пробовал кататься на поле. Ну, скажем так, нужно здесь опуститься для того, чтобы на ней спускаться на лыжах. Вот, ну а там дальше у нас красавец Эльбрус, или как на нашем горнолыжном сленге это называется, Брус. Вот, прямо видно посередине он разрезан облаками. Это тоже так типично. Ну, скажем так, облака, как правило, на уровне двух тысяч до трех тысяч метров от облака. Вот они разрезают. А все, что выше, это пики, левый пик. Он, как бы, на нем можно кататься, можно подниматься, все нормально. А вот этот правый пик, он дикий, куда только очень отъявленные альпинисты залезают. Ну, в принципе, он необитаем. А вот на левом, там куча ресторанчиков, там масса всего. Вот. Ну, вот идем дальше. Опять прекрасные мейзажи. Вот. Ну, здесь еще во времена Советского Союза очень любили все. Тут даже тропа Косыгина есть, он по ней любил гулять. Все наши начальники очень любили сюда приезжать, поэтому это место развивали, но еще и с старских времен. Так, это у нас малое седло, как говорится. А вон господствующая высота над всем Кисловодском, это большое седло. Ну, разница высот, как я своим таким горно-лыжным взглядом вижу, ну, где-то не более трехсот метров. Очень тяжелый подъем, Саша туда поднимался. Вот. И, в общем, весь маршрут, ну, можно полдня туда идти, чтобы туда подняться. Вот. Вон солнышко восходящее время. Да. Да, время, значит, сейчас 6 часов 20 минут. У нас наступает утро. Вот. Ну, сейчас мы еще быстренько вот эту корочку возьмем маленького и пойдем еще куда-то больше. Ну, как раз, знаешь, вот, пройди, да, наверное, не так. Давай пройдемся уже по старым, по Олимпи-русским трассам. Как красиво эти деревца смотрятся. Нет. Вот, видишь, тут на дороге, по которой, как бы, как санаторий Родник, вот, который говорил, видишь? Ага, вижу, 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 вижу. Вот я так запутаю. Ага. Вот. Ну, вот такие у нас тут красивые трассы, такие красивые горы. Легкий ветерок, состояние, вот, как будто ты в Дании находишься. Температура градусов 17-18. Вот. Вот тут березка такая классическая русская. И вот подъем в гору. Наш традиционный. Ну, мы очень сильно перевели дыхание, мы все время сейчас шли в гору, поэтому, скажем так, дыхание восстановилось. Вот. А так довольно тяжело было. Я вынужден был пару раз остановиться. Вот. Чтобы передохнуть. Ну, тут большие энтузиасты прогулок по горам собираются. Вот мы. Саня, а что сюда встать надо, да? Саня, все, ты на вершине. Я на вершине. Вот мои ноги. Вот я сам. Привет. Немножко усталый. Что делать? Что делать? И вот сюда мы собрались своим ходом. Вот прямо видно. Под нами простирается город Кисловодск. Вон, а сколько тут 150 тысяч живет, да, Саш? Да. Вот. 7-6% населения русские. Вторая теоспора здесь армяне, сколько я помню. Вот. Каждый тварь помпарит. Золотые тварьи берут с ковыщей, конечно же. Вот. Вот. Люди сюда тоже поднялись. Вот. Продолжим наш марш дальше.